Здравствуйте, меня зовут Софья Грецкая, спорт экспресс. Михаил Михайлович, у меня к вам два вопроса. Первый, непосредственно по игре. Сегодня у Локомотива было очень много опасных моментов около ворот соперника, но тем не менее не получилось реализоваться полностью. Скажите, на ваш взгляд, с чем это было связано, чего не хватило? А второй? Второй вопрос, непосредственно по переходу Тимура Сулейманова. Скажите, на ваш взгляд, он сможет предоставить конкуренцию Сорвели, либо же он будет, ну, как полноценное замещение Изидору. Спасибо. Ну, что касается игры, надо поздравить соперника с победой. Они играли сегодня лучше. У нас, к сожалению, многие вещи не получались. Возможно, что пауза на сборной сказала, что достаточно так недавно все собрались, и какие-то игровые связи были нарушены. С одной стороны, была дилемма поставить игроков, которые тренировались с нами, а с другой стороны, ребят, которые вернулись из сборной. То есть, вот соединились. Поэтому здесь очень много, как я уже сказал, было ненужных вертикальных передач, которые не доходили до адресата, упростили игру, что было не совсем нужно. Надо было мяч вниз положить и действовать более хладнокровно. Что касается такого, ну, было определенно иначество, наверное, во втором тайме, когда мы могли были забивать, но, к сожалению, в контратаках получили свои ворота. Да, поэтому не имеем права проигрывать дома, тем более, если претендуем и декларируем о том, что хотим чего-то добиваться, цепляться за что-то. Да, поэтому такие поражения, естественно, они очень болезненные. Что касается Сулейманова, ну, на флажке здесь без, так скажем, особых вариантов. Понятно, что российский игрок, которого знаем, который может создавать конкуренцию, у неё есть определённый набор качеств, которые могут приносить пользу команде. Тем более, свой воспитанник, локомотива от этого и отталкивались. Спасибо. Вопросы? Михаил, добрый вечер. Вы сегодня сделали практически все замены, пытались изменить немножко игру, чтобы её освежить, добавить давление. Где-то в промежутке от 70-й по... Я посмотрел опасные вот такие моменты, которые возникали. И самое интересное, мяч стал быстрее ходить в определённом отрезке с 70-й по 80-й минуте, и сразу возникали моменты. Вот. Прокомментируйте именно замены. Мне интересно узнать, чем вы руководствовали. Ну, вы правильно сказали, что хотелось освежить, добавить скорости с выпуском Тикнезяна и Рыбчинского, чтобы больше скоростные фланги были, потому что Миранчук, он больше игрокомбинационного плана, который заходил в середину, создавал там преимущество, да, и, возможно, возможно, немножко остроты с этого фланга было не так много, поэтому хотелось нам больше скорости с одного и с другого фланга. Что касается Карпукаса, на наш взгляд, были моменты, в которых можно было играть лучше, да, поэтому приняли решение выпустить другого игрока в эту позицию. Ну, и выход Сулейманова, фактически, там, планировали, что отдать на локу Тикнезяну всю бровку уже в конце, чтобы он играл более вторым нападающим в обороне, помогал там в игре на фланге. Но, к сожалению, в концовке, в концовке два таких дальних удара, они решили исход матча. Поэтому в любом случае тут надо чётко понимать, что виноваты не игроки, мы ни в коем случае там их не критикуем, обвиняем, констатируем, что эти замены произошли, виноваты, естественно, в поражении тренера, да, и это очень болезненное поражение, потому что, ещё раз говорю о том, что мы не имеем права дома проигрывать таким образом, если на что-то претендуем. – Конечно. – Да, да, да. И ещё вот впечатление от Локомотива создаётся, что всё-таки команда играет на своём поле очень прагматично. Я представляю, я, в общем, понимаю, что надо обеспечить. Сегодня Оренбург не так много создал, практически там два момента, ну так, ещё там были подходы, но они не создали ничего. Но вы играете дома, вы знаете, что следующая игра с «Зенитом», и там будет очень сложно. Но, может быть, где-то стоит рискнуть, раскрыться, то есть как бы в ущерб обороне, потому что набирать, вы сами понимаете, за ничью даётся одну очку. Можно выиграть одну игру и проиграть две или три ничьих, но в этих ничьих вы не наберёте вот этого именно навыка игры в нападение. Может быть, стоит вот именно так перейти более, так скажем, я скажу, авантюрно, но всё-таки с прицелом на атаку? Ну, нельзя сказать, что мы глубоко оборонялись. Наоборот, играли достаточно высоко и старались накрывать соперника на чужой половине поля, достаточно агрессивно играли. Поэтому вопрос другой, что когда мы на мяче были, мы, я то, что вначале сказал, слишком очень много вертикальных передач, когда надо было мяч вниз положить и проявить хладнокровие, чтобы иметь терпение. Но это определённый класс уже внутри игроков. Мы же видим у соперника Вера, который, ну, это футболист высокого уровня, который может создать ритм игры, который придержит мяч, который обыграет, который создаст численные преимущества. То есть это вот и вопрос такой, что вот именно вот такого хладнокровия внутри нам немножко, на наш взгляд, не хватило с точки зрения терпения, потому что очень часто расставались с мячом и стали играть в несвойственной, наверное, себе манере. Да, и это, когда шла вертикальная передача, надо было успевать в подбор, в подбор проигрывали, опять надо было бежать назад. И вот такой, так скажем, форсаж, он, я думаю, что был не в нашу пользу. Спасибо. Михаил, вот нет у вас такого чувства, что, допустим, вот игроки, которые выходят у вас на замену два матча подряд, да, они не усиливают игру, а наоборот как-то, может быть, ухудшают её или ослабляют, или это просто трагическая случайность, что в том матче, выигрывая 3-0, сделается замена и получают два гола, здесь получается опять вроде играя с преимуществом вашим и в то же время вышедший на замену, и вот они два гола, опять ваши ворота. Вот нет такого чувства, что вот эти выходящие игроки, они неравнозначны тем, которых они меняют. Есть ответственность тренера. Тренер ответственен за игроков стартового состава, за игроков, которые выходят на замену. И тут вообще, я считаю, что не имеет смысла говорить о том, что кто лучше, кто хуже. Есть, ещё раз говорю, ответственность, и я её принимаю.